Добрый день! Сегодня на эту встречу мы пригласили жителей Тульской области, из всех районов области, пригласили людей, которые наиболее активные, которые занимают такую активную жизненную позицию. И действительно, ко мне обращается очень много наших жителей, которые говорят, когда же можно будет пообщаться с губернатором и задать насущные вопросы. И думаю, чтобы не терять времени на длинные вступительные речи, я предложил бы, чтобы мы сразу начали нашу встречу. У меня единственная просьба, представляйтесь, пожалуйста, когда вы задаете свой вопрос. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы? Ну давайте, пожалуйста, представляйтесь. Я у Назаренко узловая многодетная мама. Ну я отчасти тоже являюсь губернатором, но, правда, у моих подданных всего 13 человек. Тем не менее, я тоже сама не хожу по магазинам, наверное, вы не ходите. Но когда ребята приходят и говорят, мама, а на хлеб нам сегодня не хватило. Вот этот скачок цен, как жить? Вот незащищенным твоям населения. Ну по магазинам действительно скажу не часто, но бываю иногда в магазинах. И действительно подорожание у нас на сегодняшний день коснулось наиболее, наверное, может быть, каждодневных продуктов. Молоко, яйцо. Ну яйцо наиболее сильно подорожало за последние пару месяцев почти на 40%. Вы знаете, к сожалению, это тоже последствия вступления России в ВТО. И, скажем, местами стало невыгодно производить курицу. И, соответственно, тоже как последствия уменьшилось производство яйца. Вы тоже, наверное, знаете, что в Сульской области у нас в этом году очень непростые погодные условия. 65 дней шел у нас дождь, и мы, к сожалению, не собрали почти 20% урожая. И по зерновым, и для нас это, конечно, тоже определенные потери. Дорожают именно продукты первого пользования. И, конечно, это отражается на семьях, особенно на многодетных семьях. Но мне кажется, что у нас неплохая система все-таки поддержки по многодетным семьям. Те субсидии, которые правительство Тульской области выделяет на поддержку каждого ребенка в многодетной семье, они индексируются ежегодно. И эти наши меры – одни из наиболее лучших мер поддержки многодетных семей вообще в целом в Центральном федеральном округе. Федорова Надежда, компания «Свит». Владимир Сергеевич, у меня такой вопрос. Мы шесть лет обслуживались в банке «Первый экспресс». Банк лопнул, деньги пропали. Мы фирма, юридическое лицо. Что нам делать еще? А куда смотрели власти? Это правильный вопрос, кстати, куда смотрели власти. Я этот вопрос, кстати, задаю начальнику нашего главного управления по Центральному банку Российской Федерации по Тульской области. Потому что тот анализ, который даже мы сейчас провели достаточно, так называемый экспресс-анализ, он показывает, что, конечно, банк ввел совершенно невзвешенную кредитную политику. Могу сказать, что из 10,5 миллиардов выданных кредитов, активов так называемых, банк, скажем так, сотрудники и учредители банка выдали на свои компании почти 5 миллиардов. Выдали они не за один день, как вы понимаете. И происходило это достаточно в долгий период. Но всегда наступает момент, когда приходится расплачиваться. В данном случае 6,5 миллиардов, почти 6,5 миллиардов денег вкладчиков, физических лиц. Из них, по предварительной информации, 4 миллиарда 600 миллионов – это те деньги, которые попадают под страхование со стороны государства по системе страхования вкладов. Мы в ближайшее время проведем пресс-конференцию с руководителем агентства по страхованию вкладов и расскажем все более четкие и понятные цифры. Соответственно, те люди, которые имеют вклады до 700 тысяч рублей, они могут совершенно не переживать, начиная с 12 ноября. Все выплаты, кто захочет, будут осуществляться. Люди смогут забрать деньги наличными, перевести на свои счета в других банках. Те жители, которые у нас имеют вклады больше, чем 700 тысяч рублей, они становятся кредиторами в первой очереди. И дальше будет зависеть от того, насколько залоги, которые были созданы, подводные кредиты, насколько эти залоги привлекательны, чтобы обеспечить выплаты всем остальным вкладчикам. Поэтому у физических лиц, я думаю, шансы получить свои деньги достаточно высоки. Что касается юридических лиц, частных предпринимателей, организаций, то шансов на возврат полностью своих денег, шансы очень невелики. А сколько смогут они вернуть, будет зависеть от той администрации, которая будет заниматься ликвидированием банка. Добрый день, Иван Сергеевич. Добрый день, уважаемые гости. Дмитрий Литвинов, член Союза журналистов России. Иван Сергеевич, уже в Твиттере успели спросить, где хранит деньги сам губернатор. Ну это, так, это вопрос от общественности. От меня вопрос такой о культуре. Вы провозгласили курс, значит, на, вообще в области провозглашен курс на развитие туризма. Хочу спросить, как вообще измерить этот количественный показатель туризма? Вы уже видите какие-то результаты от внедрения вот этих программ? Потому что, вот, ну я выскажу свое мнение, вы уж позвольте. На мой взгляд, пока отношение к этому весьма формальное. С чего начинается, да, вся наша туриндустрия? Она, наверное, начинается с инфраструктуры. Инфраструктурой мы занимаемся в первую очередь. И хочу сказать, что к концу следующего года все основные наши исторические места мы полностью обеспечим по дорогам, прежде всего по подъезду. И в этом году мы многое сделали, начали еще делать это в прошлом году. Вот, поэтому, что касается самого развития туризма, ну это совместная наша работа, думаю, все-таки больше с музейным сообществом. Не знаю, мне кажется, что движение есть, может быть, еще больших каких-то результатов мы не видим, но у нас есть рост посещаемости, это совершенно точно. И когда мы говорим все-таки о привлечении в область, то здесь нужно просто презентовать область. У нас есть, кстати, точки, которые могут существенно привлечь количество наших посетителей в область. Ну, Куликово поле тоже, да. Уверен, что строительство нового музея на Куликовом поле, который мы сейчас реализуем к 700-летию Сергея Радонежского, в следующем году мы должны завершить эти работы. Я думаю, что там у нас существенно увеличится количество посещений. И развитие, мы договорились в том числе с Министерством культуры, что в следующем году большой объем работы именно по развитию той части Тульской области у нас в рамках празднования 700-летия Сергея Радонежского будет происходить. В частности, мы договорились о реконструкции церкви в Епифане и строительстве, соответственно, музейного комплекса в Себино. Думаю, вот развитие этих всех трех точек даст существенный приток. Ну, Дмитрий, мы готовы смотреть, рассматривать любые предложения. Выходите. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, во время первой нашей с вами встречи я пригласил вас на спектакль «Не все, коту-мастерницу», который вызвал почему-то какое-то... И теперь я выражаю вам благодарность, что вы выполнили, так сказать, мою просьбу. Вы побывали у нас в театре два раза, что значительно больше, чем министр культуры нашей области. Ну, меня, в принципе, не это, конечно, напрягает. Я в продолжении мысли о культуре. Культура всегда в России являлась нравственным понятием, а искусство – высоконравственным понятием. Действительно, подвижки есть. Громадное вам спасибо, что делается в Кремле. Я вижу, как вырастают действительно музеи. Они становятся федеральными, это, конечно, большая заслуга, им легче. Поэтому у нас... Это не то чтобы просьба, а просто вот у вас есть советник по физической культуре, а вот помощника по культуре и помощника по искусству у вас нет. А я думаю, что 2014 год, который объявлен годом культуры, как-то напрягает вас к этому. Что касается советника, да, формально советника у меня по культуре нет, но мы с Натальей Николаевной договорились, что она у нас входит в общественную палату и будет представлять Тульскую область в общественной палате Российской Федерации. Именно поэтому, так сказать, мы считаем, что вопросы культуры, которые у нас есть для области, они важны. Но здесь тоже зависит от культурного сообщества. Средств, которые мы выделяем на развитие культуры, ну, в десятки раз больше, чем выделялось раньше. Правда, в десятки раз больше. Но дальше инициатива тоже должна быть за вами. Вы должны, если есть такие люди, которые активные, которые бы хотели бы этим вопросом заниматься и вместе со мной работать в этом направлении, пожалуйста, я готов рассмотреть любую кандидатуру. Но, наверное, правильнее будет, если вы сами эту кандидатуру подберетесь. Давайте. Телевизионщикам, как у нас, Лене Киряновой. Лена, пожалуйста. Лена Кирянова, телеканал «Первый Тульский» в Туле меняют ротуарную плитку. Ноябрь месяц, когда работы все-таки завершат и ходят слухи, что фирма, которая занимается укладкой, принадлежит вашей жене. Так ли это? Спасибо за вопрос. Вот, коллеги, когда меня назначали на должность губернатора, то одно из внутренних условий было, это то, что губернатору не должно быть никакого конфликта интересов. Поэтому у меня нет ни бизнеса на территории Тульской области, ни у меня, ни у членов моих семей. Мне это запрещено и по закону. Ни счетов в банках я в Тульской области не держу. То есть у меня вот есть квартира, и в принципе из имущества больше нет ничего. Я знал о том, что, так сказать, подобный вопрос может быть задан. Я вот пригласил сюда даже в студию нашего подрядчика, это прекрасная женщина, Софья Осипова. Она у нас как раз тулячка, и она выполняет работы по укладке плитки. Поэтому, наверное, можно микрофончик ей дать? Она, наверное, ответит более детально. Срок вообще у нас уже закончился, но думаю, что... Софья, когда мы завершим все-таки работы? Я постараюсь ответить на оба вопроса. Вернее, на один из вопросов Владимира Сергеевича, я так понимаю, уже ответил. К сожалению, не имею никакого отношения прямого к Владимиру Сергеевичу. А по части плитки... Должна вам сказать следующее, что, в общем-то, сметные наши объемы, то есть в рамках контракта мы уже выполнили и закрыли. То, что мы сейчас делаем, мы делаем либо в рамках исправления обнаруженных недостатков, которые, ну, должна сказать, вынуждена заметить, к сожалению, опять же, конечно, есть. Либо уже сверхпрограммы, поскольку, ну, плитка осталась, будем так говорить, там и наша экономия, экономность сработала. Я очень переживала, что не хватит. Завершим-то, когда закончим. Когда позволят жители, погода и вы, Владимир Сергеевич. То есть, в принципе, можем пока еще класть, потому что плитка есть свободная. Сметные объемы мы закрыли. Хорошо. Ну, давайте, Алексеева, пожалуйста. Татьяна Алексеева, главный редактор Слободы. Продолжение вопроса про плитку и туристическую Тулу. За плитку спасибо. Серьезно, от всех туликов. Но это косметический ремонт города. Тротуары, дороги. А что будет сделано вообще в городе системно? У нас нет главного архитектора. У нас нет человека, кто принимает решение и отвечает за лицо, одежду нашего города. А туристы, они же смотрят на город. Чистота хорошо, плитка хорошо. А когда будет система... Ну, надо начинать хотя бы с чистоты, да, с помоек, свалок, дорог, тротуаров. Это самое главное. То есть, ну, хотя бы просто навести. Пускай, может быть, мы не очень богатая область, но жить аккуратно мы можем себе позволить. И должны бы жить аккуратно. Это первое. Когда вы говорите о системности, почему-то вы забываете о том, что мы закрыли все несанкционированные рынки. Вы забываете о том, что мы снесли почти 500 палаток. И еще 300 нам нужно снести. Мы говорим о том, что мы определили места размещения нестанциональных торговых объектов, павильонов. И у нас их из 430 мест останется всего 170. И они, эти места определены. И срок предпринимателям мы определили. До 1 декабря следующего года они должны будут полностью освободить все те места, которые они занимают сегодня, и встать в рамках той программы, которая есть. Мы очень активно боремся с несанкционированной наружной рекламой. Мы полностью удалили перетяжки. Ну, или почти полностью. Начиная со следующего года у нас будет полностью утверждена система размещения наружной рекламы. И любая иная наружная реклама, она будет удаляться. И это тоже все вопросы облика города. Что касается архитектора, как только мы сможем найти человека, который бы действительно готов был работать полностью на город, а не на свои интересы, мы сразу этого человека определим и назначим. Тимаков Владимир Викторович, депутат городской думы. Владимир Сергеевич, ну, начну с приятного, наверное, потому что во всей стране и в Тульской области не исключение последние десятилетия поднимается рождаемость. Ну, с дошкольными учреждениями сейчас этот вопрос активно решается. Это большой плюс и в области, и в стране. Но реально, вот, лет через 7-8 нам понадобится 1030 на область дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. То есть, станет вопрос не только о строительстве детских садов, но о строительстве школ. Это очень серьезная затратная программа. Вот, как вы видите это, что сейчас планируется что-то? Мы считаем полностью, так сказать, все наши возможности. И хочу сказать, что такой проблемы, которая была с детскими садами, со школами у нас, в принципе, не предвидится. Потому что детских садов было очень много ведомственных. Они потом были приватизированы, перепрофилированы либо в офисные, либо в иные помещения школ. Слава Богу, это не коснулось. И, скажем так, с учетом того процента рождаемости, который у нас есть, мы сможем полностью обеспечить тех ребят, которые сегодня должны идти в ясельки, в сад. И, соответственно, школьными местами полностью обеспечим. В городе есть проблема с центральной частью города. Действительно, в центре не хватает школ. Значит, если вы заметили, опять же, возвращаясь к вопросу градостроительной политики, мы все больше мест выделяем для строительства тех объектов, социальных объектов, которые нужны городу. То есть это детские сады. И мы сейчас в том числе думаем о том, чтобы подойти к строительству именно в центральной части города, к строительству комплекса. То есть это чтобы были и ясли, и детский сад, и школы в одном, что называется, в одном месте, целый комплекс бы учебный был. И тогда, я думаю, если, скажем, на тысячу-1200 человек мы такой комплекс осилили бы, то, конечно, центральная часть города мы бы полностью обеспечили. Что касается строительства детских садов и школ в районах, то там нужно просто смотреть. Корреспондент Радио России Тула Кристина Воробьева. Активно в Туле благоустраивают парки, это Комсомольский, Белоусовский, но вот ничего не слышно про Платоновский парк. И вот жители Зеленстроя считают, что в их микрорайоне не хватает школ, какого-то культурно-досугого центра, спортзала, кинотеатра. Есть ли программы по благоустройству этого микрорайона? Спасибо. Спасибо. Действительно, парками мы занимаемся, помогаем городу. И если вы обратили внимание, то мы основные парки забрали из собственности города в собственность Тульской области. Центральный парк он исторический был, то есть Комсомольский. Мы еще парк Пролетарского района забрали. И сейчас мы подходим к формированию той рощи, которую в народе называют парк 250-летия Тоза. Мы сейчас заканчиваем все земельные работы и тоже в ближайшее время сформируем ее как особо охраняемую зону и тоже, соответственно, заберем в областную собственность для того, чтобы иметь возможность выделять деньги, в том числе на приведение ее в порядок. Что касается Платоновского леса и Платоновского парка, то так сложилась эта земля федеральная. И она лет 7, наверное, назад была передана в аренду крупному тульскому предпринимателю. Не буду называть его фамилию. Думаю, что вы журналисты сами проведете расследование. В том числе, там есть земля, которая под благоустройство, под рекреацию, часть была передана для застройки. Но застройка никакой не ведется. Соответственно, по рекреации тоже есть вопросы. Я с ним разговаривал. Пару месяцев назад его попросил о том, чтобы, ну, раз ты или откажись от аренды, либо, соответственно, содержи в надлежащем состоянии. Определенные работы, насколько я понимаю, были произведены. И вот я положительные отклики от жителей слышал. То есть мне присылали, ну, сам не был, там съезжу, посмотрю. Там, я знаю, восстановили и лестницу восстановили, немножко там пруды почистили. То есть, ну, надо посмотреть. Съезжу, посмотрю. Но это вопрос уже, к сожалению, не нашей юрисдикцией. И мы, к сожалению, здесь можем только попросить, чтобы люди выполняли свои обязательства хорошо. Но просьбы у нас тоже бывают настойчивые. Давайте по очереди. Хорошо. Олег Жилкин. Владимир Сергеевич, большое спасибо вам за возрождение Тульского... Извините, а по отчеству? Олег Михайлович, большое вам спасибо за возрождение Тульского арсенала. Это действительно для порядка 50 тысяч активных болельщиков большой праздник. Ну, и для жителей нашей области. Вопрос у меня заключается в следующем. На протяжении последних 10 лет город потерял 4 стадиона. Это локомотив, это комбайновые, это плитех, там перестроили площадки. Сейчас активно муссируется вопрос о застройке на территории стадиона Кировец. Ну, по Кировцу там ситуация вообще, надо сказать, простая. Территория в частной собственности. Всем известного вам патронного завода, да? Соответственно, патронный завод эту территорию от себя выделил. Все, что касается строительства, до тех пор, пока не пройдет общественного обсуждения и поддержки со стороны туляков, ничего мы отстроить там не дадим. Если мы увидим у нас замещение, вы помните прекрасно, что стадионный арсенал мы не дали застраивать в Заричинском районе почти полтора года назад. До тех пор, пока мы не увидим замены, если не будет предложено мероприятие по компенсации, никаких разрешений они у нас не получат. Председатель отдела по взаимоотношению церкви и общества Тульской епархии, претерий Павел Савельев. Я позволю себе немного перефразировать слова нашего земляка, священномученика Лариона Верейского, который вопрошал, где бьется сердце русского человека. В торговом центре, на улице, во властных структурах, оно бьется в Кремле. Где должно биться сердце туляка в Кремле? В стенах, башнях или в музее? Конечно же, в соборе. Собор сейчас закрыт. И в этом соборе планируют в следующем году, в том числе, кульминация торжеств 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Первый вопрос. Фрески у нас уникальные, ярославских мастеров XVIII века, больше в Плюскобласти нет в аварийном состоянии. И остатки иконостаса в Лоспенском соборе. Мы хотели бы, конечно, в следующем году собор полностью восстановить. Я имею в виду, потому что реконструкция по наружнее завершена в этом году. Мы надеемся на то, что Министерство культуры и Российская Федерация нас поддержат. Соответствующее обращение мы разместили. Они с этим обращением работают. Думаю, что до конца этого года у нас ясность будет полной. Знаете, что тоже не дешевое дело. Почти 280 миллионов рублей стоит восстановить все фрески, соответственно, восстановить иконостас. И, ну, в общем, выполнить все работы для того, чтобы в соборе можно было начать служение. Давайте Артем Муницын, пожалуйста. Артем Муницын, руководитель проекта «Магу». Во-первых, у меня не было лишней возможности поблагодарить вас за одобрение идеи конференции, которая прошла в мае. Вы лично в этом. Я не понимаю, честно, но ваше слово могло нам многие барьеры сломать. Вот из-за этого вам большое спасибо. Это первое. Второе. У меня продолжение темы по доступной среде. Вот сейчас мы видим, что очень много пандусов появляется, съездок. То есть вот у нас было две акции, и мы действительно видим, что их много. Но это не вопрос качества, а не вопрос количества, а качества. То есть при ближайшем рассмотрении выясняется, что эти пандусы, эти съезды, они неудобны ни мамам с колясками, ни инвалидам на колясках. То есть вот есть какой-нибудь орган, при правительстве, может быть, который осуществляет контроль за реализацией о его программах, о доступных средах. Да, Артем, спасибо за вопрос. Но самый главный орган – это руководитель того учреждения, который этим занимается, которому выделяются деньги для того, чтобы он привел свое учреждение в порядок, и, соответственно, чтобы учреждение соответствовало учреждению, которое может обеспечить доступ малообеспеченных групп населения. Это самый главный орган. То есть это вот человек, который руководит этим учреждением. А контрольная функция есть. У нас есть инспекция по контролю за строительством. Она у нас на региональном уровне создана. Она достаточно работает, на мой взгляд, эффективно. Спасибо за напоминание. Я попрошу, чтобы они тоже принимали в этом участие. Но я хотел бы… Вы активную позицию достаточно занимаете. И я хотел бы тоже попросить вас, чтобы вы меня информировали о тех, скажем, не очень правильных пандусах, съездах, подъездах, которые у нас сегодня делаются, для того, чтобы мы успевали тоже реагировать, принимать решения. Добрый день, Владимир Сергеевич, Полина Крымова, газета «Тульские известия». У всех на слуху до сих пор тема Бирюлёва. Немало мигрантов и в Тульской области. Например, на улице Пирогова в основном живут мигранты. Как Вы думаете, могут ли такие события повториться и у нас? Спасибо. Ну, конечно, мы, во-первых, не хотим, чтобы подобного рода события у нас происходили. И вопрос миграционной политики, и вообще вопрос национальной политики, он у меня лично занимает, ну, скажем так, одно из важных мест в моей деятельности. Мы существенно сократили количество квот. И больше сокращать мы их, правда, не будем. Вот мы будем держать их на том уровне, который сейчас, это примерно 12-12,5 тысяч квот ежегодно. Но начинали мы почти с 33 тысяч. Конечно, прежде всего, я заинтересован в том, чтобы у нас находили рабочие места Тулики и граждане Российской Федерации. Только в том случае, если мы не можем обеспечить рабочими, скажем, занятостью наших жителей, тогда, наверное, есть смысл привлекать мигрантов. Но какие нам нужны мигранты? Нам нужны врачи. У нас действительно существенная нехватка врачей. И Москва, Московская область, как регионы с большей покупательской способностью, с более высоким уровнем зарплаты, у нас вымывают врачей. У нас начинает не хватать учителей. То есть, если вы посмотрите на учителей, то у нас примерно, наверное, процентов 30 учителей сегодня – это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы к нам в область приезжали специалисты. Просто разнорабочие, мы в этом не заинтересованы. Проблема назревшая, проблема серьезная. Но хочу сказать, что в большей степени вызывают раздражение у коренных жителей тех или иных регионов не мигранты из дальнего зарубежья, а, к сожалению, наши с вами сограждения, многие которые приезжают с Северного Кавказа и которые ведут себя, скажем, наподобающим образом. Поэтому это вопрос не внешней миграции, а внутренней миграции. И здесь, конечно, мы должны с вами совершенно четко понимать, что мы не должны проходить мимо нарушения прав человека там, где это осуществляется, со стороны тех или этнических групп. И мы должны реагировать на любую родоэтническую преступность очень четко, быстро и, могу даже сказать, в какой-то степени даже беспощадно. Вы знаете, вот потому что разыгрывать национальную карту в нашей многонациональной стране – это неправильная позиция. Да, давайте, пожалуйста, вот сюда. Копытов Александр Максимович, преподаватель школы номер 3. Пока сидел, слушал всех и передумал вопрос задавать. Тест решите, Владимир Сергеевич. Александр Максимович, задание такое. Среднемесячная, ежемесячная надбавка учителей в Тульской области. Сумму назовите, пожалуйста. Так, А – 100 рублей, Б – 300 рублей, В – 500 рублей и Г – 1000 рублей. Пожалуйста, не подсказывайте. Александр Максимович, ну вообще, честно говоря, я считаю, что вот эта надбавка, она вообще должна быть отменена, про нее нужно забыть. Это, знаете, как анахронизм какой-то. В моем понимании, если мы сегодня говорим о том, что нужно выполнять указы президента от 7 мая 2012 года, то у нас совершенно другие показатели. Мы должны обеспечить уровень заработной платы учителя к 2018 году не менее, чем полторы средних зарплаты по экономике по региону. То есть, если у нас на конец этого года средняя по экономике будет составлять примерно 23 тысячи рублей, то мы должны выходить, соответственно, примерно на 36-37 тысяч. Пока у нас зарплата учителя составляет около 22 тысяч. Но я имею в виду, это про 2018 год, это ориентир на 2018 год. У нас есть четкая дорожная карта, которую мы будем четко выполнять. Антон Губарев, Телеканал «Россия». Владимир Сергеевич, в нашем регионе целый ряд шахтерских районов. Вот это Узловая, Киреевск, Кимикс, Бугородицк. Прошу прощения, если я кого забыл. И вот когда шахты закрыли, вот жизнь в этих населенных пунктах, она, можно сказать, остановилась. То есть, и жилье, оно рушится буквально, просыпается на глазах, на руках. И социальная жизнь, она только в райцентрах. Вот есть вот какое-то видение, вот стратегия, я понимаю, что вопрос глобальный. Конечно, есть. И, Антон, я честно скажу, на самом деле очень многое зависит. Зависит от прокладки между рулем и сидением, знаете. Вот так же и здесь. Зависит, от руководителя зависит. И хочу привести пример того же Ефремова, например, который вот за два года, когда я первый раз приехал, два года назад я приехал в Ефремов, вот главу администрации там что-то только палками не побили. Сегодня совершенно другое отношение у горожан. Там практически полностью завершенный ремонт дорог. Практически полностью. Город приведен в порядок. Мы смогли, ну, за кратчайший срок, за две недели после урагана, город вычести и практически восстановить. Там настроение жителей изменилось. Рейтинг власти в тех районах, в том же Новомосковске, сложный очень город, тоже, так сказать, Жерздев, когда туда приходил, там почти четыре года назад, тоже очень много было жителей претензий. Сегодня настроения меняются. А есть районы, в которых у нас, к сожалению, пока не удалось, что называется, правильно настроить муниципальную власть на те рельсы, на которые она должна встать. Ну, это и Дубинский район, в Кимовском районе сложная ситуация, Узловский район, Богородицкий район. Но при этом, поверьте мне, что у них есть все возможности для того, чтобы сделать существенный рывок вперед. Да, вот девушка хотела задать вопрос. Давайте сюда, потом там, и потом перейдем сюда. Сейчас, сейчас. Наталья Новикова, Аргументы и факты в Туле. Добрый день. В редакцию нашего издания обратились жители дома номер один по Красноармейскому проспекту. Их очень беспокоится, ибо место, на котором так и не взвели кукольный театр. Ранее Вы говорили, что решение о том, что будет построено или не будет построено в этом месте, определит народный референдум. Хотелось бы узнать, будет ли он проведен, если да, то когда и при каких условиях. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы приняли уже решение на градостроительном совете. Он у нас, кстати, транслируется публично в интернете. Поэтому, когда мы, так сказать, его проводим, просто, ну, имейте возможность, посмотрите, вы будете все знать из первых уст, что называется. Мы три недели назад, когда совет проводили, решение приняли, дали согласие на строительство сквера с подземным эксплуатируемым, так сказать, с подземным эксплуатируемым пространством небольшим. И перед тем, как это решение принимать, соответственно, сходы жителей проводили, в том числе с жителями дома номер один. Там большинство жителей поддерживают эту инициативу, потому что, ну, так как они жили до этого почти 30 лет, они уже жить-то, конечно, тоже не хотят. Да, то есть 30 лет жить в состоянии недостроя, это не дай бог. Мы дали срок небольшой, по-моему, 2,5 года на строительство. Через 2,5 года, когда это будет завершено, стоимость квартир в этом доме существенно увеличится. А давайте вот там еще девушка, да. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, Димфера Гришина, руководитель Тульского регионального общественного движения поддержки семьи и мамы компании. Ну, в общем, сначала спасибо. В прошлый раз я задала вопрос про очередь в детские сады. Круто, что она решается так оперативно в этом году. В следующем сложнее. Да, я вот как раз хотела сказать, что в этом году прям здорово. В сентябре, в августе было очень много хороших отзывов девочек, что вот не ожидали, но попали в детский сад. Конечно, хотелось бы знать, что будет в следующем году, потому что я вижу, детские сады уплотнили, что-то построили. Вот что дальше, хочется понимать перспективу. Это первый вопрос. Это как бы про мам с детьми. А второе, как бы это то, что моя боль и то, что является как бы предметом моей заботы, это будущие мамы, будущие родители. У нас в городе Туле два замечательных есть трудома. Центральный и областной перинатальный центр. Вкладывается достаточно много денег в оборудование этих родильных домов. Но, честно говоря, то, что меня смущает, занимаясь этим уже 4 года, у нас в Туле нет партнерских родов. Вообще. И это, на мой личный взгляд, позор. Они есть на московске, они есть в дубовке. Если мы говорим о том, чтобы создавать какие-то условия для того, чтобы сознательные мамы, создательные родители хотели рожать детей, а рожать, честно говоря, первый раз страшно. Любой маме, вот я думаю, любую женщину мы спросим, что многодетную, что немногодетную, первый раз очень страшно. И хочется идти вместе с близким человеком туда. И многие мамы хотят это делать, а у нас этого нет возможности. Хорошо, спасибо. Я тем более, я своих детей рожал вместе с женой. Вот, тем более. То есть она вместе со мной. Ну, вы вместе, в общем. Не, вместе, вместе, да. Что касается детских садов, этот вопрос услышал, переговорил, ну, посмотрим, что можно сделать. В этом году мы, вот, используя все возможности, которые, ну, скажем так, не были задействованы, мы в этом году их задействовали, мы очередь существенно сократили. Хотя она у нас все равно осталась, 3,5 тысячи человек очередь на сегодняшний день. Следующий год у нас более сложный, там только через строительство. Соответственно, будем строить детские сады, и до 1 января 16-го года мы полностью должны, это поручение, соответственно, президента, в указах президента это сказано, до 1 января 16-го года мы должны обеспечить детей от 3 до 7 100%. Ну, будем эту задачу выполнять. Информационное агентство «Тульская пресса» Татьяна Елагина. На форуме в Санкт-Петербурге Вы говорили о том, что Вы рассказывали о проектах строительства автодороги, которые соединит М2 и М4, и также о федеральном коридоре Белоруссии, Калуга, Тула, Рязань, Ульяновск. – Скажите, на какой стадии сейчас разрабатываются эти проекты, есть ли проектно-сметная документация, и вообще о какой дате можно говорить, когда начнется строительство? Спасибо. – Да, спасибо. Значит, транспортный коридор Белоруссии-Урал, назовем его условно так, это такой длительный проект, пока там нету даже не то, что проектно-сметная документация, пока сама по себе есть идея, которую мы, как губернаторы Центрального федерального округа, мы эту идею, в общем-то, так сказать, продвигаем. И вот одна из тем обсуждения на последнем совете ЦФО, который мы сейчас проводили в Ярославле, это тема была развитие, в том числе экономическое развитие регионов ЦФО, в том числе через транспортную призму, потому что Вы знаете, что принято решение о строительстве ЦКАДа на территории Московской области. И мы, кстати, он будет проходить, наш участок будет проходить недалеко от нашей территории, и там тоже есть наметки, то, что мы хотели бы обсудить и с Воробьевым, и с Собяниным, потому что там развитие, оно подразумевает межрегиональное. Что касается продолжения М2, значит, участок 35 километров, на него есть проект. Ну, проект может быть откорректирован, и в принципе, я надеюсь, что в следующем году мы, наверное, приступим к реализации этого проекта. Так, давайте, я вот здесь обещал. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Сергеевич, ветеранов Великой Отечественной войны волнует вопрос, почему в Туле отсутствует музей боевой славы и обороны Тулы? Такие музеи есть в Орле, в Брянске, в Курске, вот я недавно был замечательный музей, даже в Ярославле есть такой музей. Давайте, я подержу, ладно, микрофон. Вот мы с вами сейчас в музее оружия находимся, да, вот я хотел, кстати, тоже с нашей культурной и архитектурной общественностью этот вопрос обсудить. Вот напротив мы установили стелу, на которой, флагшток, на котором поднят флаг Российской Федерации. Там идет восстановление Тулы, восстановление набережной, УПы, и мне кажется, что вот как раз разместить мемориал защитникам неба Отечества вместе, потому что мемориал, он не только подразумевает под собой какое-то размещение наружной экспозиции, но он предполагает создание выставочных площадей, там почти две с половиной тысячи выставочных площадей. Вот мы предлагаем вот это место рассмотреть для строительства этого мемориала и внутри мемориала разместить музей защитников обороны Тулы. Как вот вы считаете, подойдет это место? – Попробуем. – Попробуем? – Ну хорошо, договорились. – Ну я предлагаю тогда, наверное, на этой позитивной ноте… Что? – А, еще, хорошо, ну я Ирину не могу не пропустить. Спасибо большое. Ирина, ну уже тогда крайний вопрос. – Да, давайте крайний вопрос. – Владимир Сергеевич, с того момента, как вы пришли в область, тут же начались разговоры всякие разные по поводу того, что, ну понятно, москвич годик посидит, да и уедет. Прошло два года, все, в общем-то, успокоились, но тут наш любимый мэр Москвы досрочно ушел в отставку и тут же пошел на выборы и переизбрался мэром. Теперь, соответственно, появились версии о том, что вы в скором времени досрочно тоже уйдете в отставку и пойдете кандидатам на губернаторские выборы, которые в таком случае пройдут одновременно с выборами в областную думу. Вот скажите, вы для себя такой вариант рассматриваете? – Ну я думаю, что на самом деле вот разговоры о том, что скоро отправят, они ведут не только или повысят, или снимут, а это идут разговоры не только в отношении меня, я думаю, что в отношении всех губернаторов такого рода разговоры могут идти. Но, вы знаете, я когда соглашался на эту работу, я понимал, что я должен отрабатывать как минимум один срок, как минимум один срок. То есть минимум пятилетний срок надо отрабатывать. Но я подчеркиваю, это слово «минимум». Чтобы появились результаты работы, надо работать лет семь, восемь, десять. Ну чтобы действительно, потому что это большой механизм, который нужно действительно не только развернуть, но еще наладить, настроить, чтобы механизм дальше уже мы переходили от ручного управления к системному управлению. Что касается досрочных выборов, ну мне кажется, с точки зрения политических решений, решения могут быть разные. Пока необходимости в этом не вижу. А дальше поживем, увидим. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ